В эфире новости на 9 канале в студии Ирина Калашникова. Здравствуйте! 13 мая охрана конвойной службы МВД 85 лет. Накануне профессионального праздника съемочная группа 9 канала побывала в Староскольском изоляторе временного содержания. Журналисты здесь редкие гости. Объект режимный. Засовы и замки на каждой двери. О спецконтингенте ИВС и тех, кто их охраняет, расскажет Лариса Ульяненко. Эту женщину подозревают в убийстве мужа, а идущего следа мужчину обвиняют в краже. Спецконтингент. Так называют тех, кто находится в изоляторе временного содержания. Большинство попадают сюда далеко не в первый раз. Уже дом родной. Отличные условия и отношения офицеров, передачи. А еда? Еда, блин, отличная. Кормят хорошо. На завтрак 100 граммов молока, котлеты, каша. Еда из обычной столовой, в которой питаются и многие оскольчания. Не все здешние сидельцы могут позволить себе такое дома. И все же… Это жизнь, регламентированная строгим расписанием, когда себе не принадлежишь, когда нет возможности даже выглянуть в окно. Сокамерники признаются, больше всего не хватает мелочей, которые начинаешь ценить, только потеряв. Ну, во второй раз, не первый раз попался. Как вам вообще здесь? Ну, хорошо. Кормят, поят. Лежишь, спишь, отдыхаешь. Отпуск почти. Ну, на воль, конечно, получше, но все условия содержания очень хорошие. А чего не хватает больше всего здесь? Свободы, наверное. Ну, телевизора. А так, все, книжки есть, все читать, развиваться. Читаешь? Да, вот. Горького Максимка. Книги, свежее постельное белье. Раз в неделю с утра и до вечера играет радио. Если есть желание, можно пригласить священника. И практически каждый день прогулки. В длинном узком дворике – скамейка, турник и все видящее око камеры. Прогулка составляет не менее часа. Выводятся они покамерно. То есть, при обходе дежурный спрашивает жалобы по желанию. Спецконтингент изъявил желание на прогулку. Собираются, одеваются по сезону, чтобы не промокнуть. Выводят, не менее часа находятся тут. Не чаще раза в сутки. Потому что, как правило, спецконтингента много. И все хотят подышать, погулять, свежий воздух, посмотреть на небо. Правда, на небо можно смотреть только через металлическую сетку. Предосторожности повсюду. Многочисленные замки, засовы, глазки, камеры. Дверь открыть шире, чем позволяет цепь, невозможно. Телефоны нельзя проносить, даже руководству. Предусмотрено все, чтобы исключить побег. Впрочем, таких попыток не было. И даже карцер, в котором нельзя ни сесть, ни лечь, а лишь только стоять, всегда пустует. Отправить сюда по желанию охраны невозможно. Пишется ходатайство прокурору, и только он решает. Условия Старооскольского ИВС. Сидельцы часто называют курортом. И просят похлопотать, чтобы отбывать наказание не в тюрьме, а тут. Но это просто фантазии. Здесь держат не более 10 дней. Каждый при обходе, при опросе каждого содержащегося, говорит, лучше бы я находился весь срок содержания тут. Высказывают намеренно, давайте мы даже будем помогать работать, походатайствуйте, попросите, чтобы мы остались у вас. Потому что условия у нас действительно не тюремные. Медицинские работники ежедневно их осматривают. То есть прогулки, помывки, горячая вода, все как нужно для комфортного содержания. Как бы не хотелось им устраивать все каникулы, эти каникулы рано или поздно заканчиваются. А вот у самих работников изолятора работа нескончаемая. Покормить, вывезти, помыться, конвоировать в суд и обратно, осмотреть камеру и много чего еще. Дежурный в круглосуточном режиме ведет наблюдение. Просматривается у нас и прогулочный двор, и само помещение изолятора, то есть помещение кухни. Все у нас фиксируется. В помещении ВС находится 10 камер. В нашем распоряжении 24 койко-места для содержания спецконтингента. В спецконтингент народ специфический. У алкоголиков случаются приступы эпилепсии и, как говорят в народе, белочки. В том числе и ночью. Поэтому каждый сотрудник обучен азам первой медпомощи. Выходя отсюда, многие дают за рук, что больше в эти камеры не ногой. Ну, конечно, каждый раз. А не страшно, что однажды такой изолятор может смениться в тюрьме? Конечно, страшно. Я, наверное, думаю, что нужно прекращать употреблять алкоголь. Вот только сдержать данное себе обещание сил и воли хватает у единиц. Поэтому вряд ли ИВС будут пустовать. За 85 лет существования службы работы меньше не становится. Лариса Ульяненко, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. С приходом тепла на улицах Оскола появились мотоциклы, мопеды и первые ДТП с участием этих транспортных средств. Сегодня в районе улицы Хмелева произошло столкновение «Лады Приоры» с мопедом «Альфа». Женщина за рулем отечественного авто двигалась по главной дороге. 50-летний водитель мопеда выезжал из переулка. По словам очевидцев, он не предоставил преимущества машине. В салоне в автокресле находился ребенок, он не пострадал. А вот мужчина доставлен в больницу с травмами. При ударе с него слетел защитный шлем. Безопасный отдых и оздоровление детей – все об этом в рубрике «Есть вопрос, есть ответ». О форме и содержании летних каникул расскажет Евгения Ташманова. Загородные детские лагеря уже готовятся к приему своих юных обитателей. Пока родители писали заявление на путевки, управление образования совместно с профильными службами верстали планы по организации нескучного досуга, безопасного отдыха и оздоровления ребят. Сегодня готовы их озвучить. В период нашей летней оздоровительной кампании 2023 года на территории нашего округа будут функционировать 52 лагеря с дневным пребыванием. Все они будут на базе наших общеобразовательных организаций, 4 загородных оздоровительных лагеря, 12 трудовых отрядов. В общей сложности более 21 тысячи детей в эту летнюю оздоровительную кампанию смогут отдохнуть. С детьми будут реализовываться разнообразные программы, это будут профильные смены. Отдохнуть, не выезжая за пределы региона, активно и с пользой могут все старооскольские школьники. Летом в этом году будут задействованы порядка 1700 педагогических, более 800 административно-хозяйственных и почти 90 медицинских работников. В этом году запланировано огромное число различных мероприятий с учетом широкого спектра интересов детей. В 2023 году летний отдых будет особенным, причем в нескольких направлениях. Впервые в этом году в Старооскольском городском округе будут проходить военно-исторические сборы армата. В 2023 для юношей 14 до 17 лет будут проводиться они на территории Монаковской школы. Мы будем принимать ребят, для них будут проходить различные физическая подготовка, огневая подготовка. В этом году образовательные организации округа вступили в российское движение детей и молодежи, движение первых. Поэтому при школьных лагерях у нас будет организована смена Орлята России по программе Орлята России и смена движения первых. «Космос» станет базовым лагерем для реализации программ по линии российского движения детей и молодежи. Интересное содержательное направление предусмотрено и в «Радуге». Это будет экологическая смена с нашими НКО уже второй год подряд, ну и, конечно, творческая смена. Выездной летний кубок Лиги КВН. Мероприятие, посвященное 80-летию Курской битвы. Разговоры о важном и еще много-много разных по тематике и формату активностей. Также запланирована работа летней школы, которая позволит обеспечить занятость детей, состоящих на различных видах контроля. Ребята будут сплавляться на байдарках, познакомиться с работой пожарных, посетят специальные кинопоказы. Евгения Ташманова, Евгений Левошко, Симон Гречишников, 9 канал. Межрегиональный турнир по дзюдо «Поколение», организованный благотворительным фондом Андрея Скоча, собрал в Старомосколе почти три сотни спортсменов. Соревнования посвятили памяти героев Великой Отечественной войны. Смотрите наш специальный репортаж. Легкие, выносливые, подвижные, гибкие. На татаме одновременно около 300 спортсменов. Эффективно проведенная разминка повышает температуру тела и улучшает пластичность мышц. Ну и, конечно, заряжает атмосферу предвкушением победы. Каким настроением ты сюда приедешь? За победой. Что для этого нужно сделать на камне? Бороться за всех сил. Побеждать. Девчонки и мальчишки из разных регионов ЦФО приехали сюда с одной целью. Они знают от своих наставников. «Поколение» – это трамплин в большое спортивное будущее. Практически каждый тренер сам прошел через этот турнир. Участвовал я лет, наверное, 10 назад. Я боролся этот турнир «Поколение» неоднократно. Всегда хорошие призы, хорошая организация. Честно говоря, всегда уезжаю со Староцкого доволен. Детей награждаю дипломами, памятными призами. Я привез четыре мальчика, две девочки. Ну, посмотрим, борьба покажет. Боевой настрой у староскольской команды округ представил на турнир почти 100 спортсменов. У нас есть достойные ребята. Я думаю, что дадим борьбу достойную. Я думаю, что у нас есть шансы. Каждое соревнование – это для каждого ребенка праздник. Я сам боролся на этом турнире в свое время, был финалистом этого турнира. Это такие соревнования достойные. Благодаря им дети стремятся тренироваться, занимать призовые места. Парад участников начинается под песней военных лет. С этого года традиционный турнир «Поколение» будет посвящен Дню Великой Победы. От имени ветеранов-фронтовиков ребят приветствовал глава администрации округа Андрей Чесноков. Встречаясь с ними, мы говорили о том, что этот турнир состоится. И все они передавали вам большой-большой привет и пожелание, чтобы вы никогда не предавали спорт. Любили свою родину и всегда стояли на страже нашей общей безопасности. Пусть далеко не каждый из тех, кто сегодня стоит на ковре, станет олимпийским чемпионом. Главное, чтобы выросли гражданами своей страны, патриотами большой и малой родины, подчеркнул Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы Андрея Скоча. Фонд «Поколение» на протяжении длительного времени поддерживает федерацию. Более 20 лет сегодня многие спортсмены, которые выступают на международных турнирах, выросли как раз на подобных турнирах. Начинали вот с этого возраста, когда было 13-15 лет. Здесь фактически формируется характер детей, формируется воля, формируются те качества, которые в последующем очень важны для каждого человека. В квалификационном рейтинге Российской Федерации самбо и дзюдо Белгородская область занимает верхнюю строчку. Большая заслуга в этом фонда «Поколение» отмечает шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников, сам принимавший участие в этом турнире. Я выступал раза два, потому что по возрасту. Первый раз я проиграл, а второй раз я его выиграл. Для меня это было значимой победой. До сих пор у меня лежит дом грамоты, медаль, то есть турнир «Поколение». Прошло уже сколько? Десятилетия. И сейчас, на самом деле, для меня это приятно, что возобновился этот турнир. И, говорю, очень приятно. Спасибо еще раз, говорю, фонду «Поколение» Андрею Владимировичу Скотчу. А на татаме уже накал страстей. Вика Денисова из Курской области первую схватку проиграла. Но дух 11-летней спортсменки это не сломило. Я проиграла, потому что я беру захват и дальше не делаю ничего. Ни на подножке, ни зацепа, ничего. Настроена дальше поиграть. Дать слабину в этом зале нельзя. С портретов на стенах за схватками наблюдают те, на кого дети мечтают быть похожими. «Потянуло сложность спорта и надежда, что он станет известным». «Дзюдо мне нравится, какие приемы есть. Мне нравится наш тренер. В общем, вообще само дзюдо, оно очень хороший спорт. В боксе там только в рукопаше, а то работают все части тела – ноги, руки и голова». Первое командное место по итогам турнира заняла сборная Старого Оскола. Анна Семенова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. 26 медалей с трех турниров за первые две недели мая привезли воспитанники Староскольского клуба «Фронт Кик». За полмесяца ребята практически не отдыхали, а едва вернувшись домой, сразу приступили к тренировкам. Турнир по кикбоксингу – первенство России среди младших юношей и юниоров. И международный турнир по ушу Саньда. Сразу три серьезных испытания, и везде воспитанники Евгения Аминова отлично себя показали. Артем Демиденко в спорте не первый год. За спиной с десяток медалей и три первенства страны. «Это Россия была третья. Две я проиграл, а третью выиграл. Вот эти две России послужили для меня мотивацией, чтобы занять первое место. Я работал над своими ошибками и исправлял». Практически сразу после соревнований команда «Фронт Кика» отправилась в Курск на турнир по кикбоксингу. Выступили отлично. Каждый из команды поднимался на пьедестал почета. 12 золотых и 6 серебряных медалей. А уже через три дня 9 спортсменов отправились на международный турнир в Москву. «Турнир календарный, в котором участвовало более 8 стран. С России это более 9 стран. Это Китай, Индия, Индонезия, Белоруссия, Афганистан, Киргизия, Казахстан и так далее. 8 стран. Причем очень сильно выступила сборная команда Индии. Она была первой номера все. То есть те, кто были призерами, чемпионами мира, все приехали на турнир. И дали бой российской сборной очень сильной. Ну и наши ребята выступили здорово». Турнир «Москва Ушу Стар» – значимое соревнование, а еще площадка для обмена опытом. Вот, например, старосколец Максим Чунихин отрабатывает удары под руководством тренера сборной команды Афганистана. Всего с международного турнира староскольцы привезли 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Максим Белявцев провел три боя, завоевал первое место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. «Они больше боролись. И они очень техничные, быстрые, резвые. Уровень был хороший, соперники тоже хорошие. Подчеркну, что надо больше бить руками в корпус, бороться». Еще одна золотая медаль у маленькой звездочки Татьяны Макаренко. В спорт пришла за старшим братом. «Когда я первый раз выступила на соревнованиях, мне очень понравилось, как подсказывают тренера и когда судьи отдают мне победу». Майский соревновательный марафон для спортсменов клуба «Фронткик» еще не завершен. Ребята из основного состава 26 числа отправятся на большой турнир в Люберце, а новички в ближайшее воскресенье попробуют себя на арене «Молодого льва» во дворце спорта «Аркада». Анастасия Иконникова, Евгений Левошко, Симон Гречишников, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. Май – самый короткий месяц в году. Но не спешите обвинять нас в невежестве и не бросайтесь к календарю, чтобы проверить. Количество дней, как и положено, 31. Дело не в цифрах, а в буквах. В слове «май» их всего три. Зато на термометре градусов завтра намного больше. Холод закончился. И, кажется, тепло пришло к нам надолго. В эту субботу в Старом Осколе и Губкине 21-23 выше нуля. Облачность с прояснениями. Ночью плюс 10-13. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное. 752-753 миллиметра. Магнитное поле спокойное. Рассвет в 4-41. Закат в 20-08. Субтитры подогнал «Симон»!